Почему эта тема важная? Потому что фактически все, каждый первый, хочет, чтобы счастья в жизни было больше, и оно длилось дольше. И тема желаний связана с этим непосредственно. Вы все понимаете, что чтобы в жизни все было хорошо, необходимо жизнью дружить. Необходимо, чтобы отношения с ней были понятны и благостны. Потому что жизнь, она сама соткана из желаний. Жизнь это то, что исполняет наше желание. Жизнь это все, что движется. Жизнь это энергия, это прана. Жизнь это природа. Жизнь состоит из желаний. Жизнь, можете поставить, равно, желание. Это есть одно и то же. Поэтому, когда мы начинаем осознавать эту тему, фактически мы лучше осознаем себя, жизнь и наше с ней взаимодействие. И вот смотрите, такая интересная штука. Мы все желаем и хотим быть счастливыми, но счастье с желаниями не связаны. И что надо с этим делать? С одной стороны, нам необходимо получить опыт гармоничного пребывания в этом мире, понять жить, научиться, как жить, научиться взаимодействовать с жизнью. Жизнь это сотканное желание, это все желание. А с другой стороны, счастье, которое мы испытываем, оно с желаниями никак не связано. И это вот первое, что я бы хотел обозначить. Человек, он счастлив сам по себе. Счастье это есть наша истинная природа. Когда человек рождается, он создает намерение получить определенный опыт. Он немножко забывает о том, что он может быть счастливым всегда и хочет получить соприкосновение с чемом бы то еще. Что картинка пропадает. У вас тоже картинка пропадает или нет? Кто-нибудь там напишите плюс или минус. Да, ясно. Хорошо, все. Спасибо. На секунду, но все осталось. Будем продолжать. Хорошо, спасибо. Итак, жизнь сотканная желанием, она привязана к счастью. Смотрите, в чем проблема. Еще раз пропало. Ладно, будем продолжать. Я думаю, вы меня слышите. Итак, первое заблуждение. Мы думаем, что счастье приходит от того, что мы воплощаем наше желание. На самом деле, человек чувствует счастье от того, что желание отваливается. Попробуйте это понять следующим образом. Мы чувствуем счастье, когда вот этот и вот этот центры, они находятся в согласии. А когда мы думаем, что наше счастье находится снаружи, то в момент, когда мы его догоняем, почему мы чувствуем счастье? Потому что в этот момент беспокойство отваливается, на одну тучу становится меньше, и немножко цвета из сердца становится больше. И мы думаем, класс, догнал желание, стало части больше, посею-ка еще одно. А на самом деле, части приходит не от того, что мы догнали желание от того, что оно воплотилось, от того, что оно отвалилось, от того, что мы стали от него свободными. И на этом строится вся йога. Есть такое противоречие, с которым очень полезно разобраться. С одной стороны, йога говорит, что человек самодостаточный. Он есть сад, чьи-то нанда. У него есть все, чтобы быть счастливым, свободным, здоровым, успешным и целостным. Он не зависит ни от чего. Если он хочет быть от чего-то зависимым, страдать, это его собственный выбор. И психология говорит о том же самом. С другой стороны, мы не можем познавать себя, если у нас не будет инструмента нашего тела, нашего ума. То познавать просто некому, потому что весь этот мир работает на желаниях. И то есть получается, с одной стороны, мы говорим о том, что в желаниях нет смысла, с другой стороны, мы обязаны уметь с ними взаимодействовать для того, чтобы жить гармонично в этом мире. Что делать? Так желание – это зло или это благо? И вообще, как с ними общаться? Вот об этом мы и поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok